здравствуйте друзья сообщество людей играющих в green card лотерею взбудоражена взбудоражена тем фактом что лег сайт green card лотереи там написано что он как бы на обслуживании находится вот сайт лежит друзья и как как лежит этот сайт вот но народ разволновался видимо такое ощущение складывается что лавочка закрылась значит там шарманку надо сворачивать и больше ничего уже принимать не будут и вот мне сегодня один человек расстроенный написал что зачем я вас послушался говорит он и ждал целую неделю вот я на самом деле хочу сказать что если бы он меня послушался он бы ждал две недели вот то что он через неделю пошел заполнять это он совершенно не соответствовал моему совету вот кроме того что одно дело мой совет другое дело там свои мозги тоже надо иметь если уж на то пошло но но дело не в этом дело в том что ничего не произошло сайт на обслуживание бывает я поэтому и сказал что не спешите дайте две недели чтобы уже все что могла сломаться сломалась все что нужно починить починили чтобы там толпа носорогов прошла и дальше мы пришли бы на чистое место и спокойно там порыбачили но в этом как бы была вся задумка то есть конечно некоторая неожиданность можно сказать состоит в том что сайт лег не в первые там часы а допустим через неделю и мы не знаем почему это произошло может быть слишком много таких умных которые говорили там недельку переждите может может мы тут говорили две недели а в день в венесуэле говорили ждать неделю мы же не знаем вот но во всяком случае что-то у них там произошло что нормально что ожидаемо и в общем починят конечно если чек настроен там от всего шарахаться и всего пугаться то конечно тяжело но но ничего такого не случилось я я бы и внимание не обратил если бы вот не этот молодой человек который как бы так в моем сознании пробудил понимание того что люди думают что вообще уже все уже закрылась нет ну ну что вы там же и не написано что спасибо всем кто принял участие остальные значит пусть не обращаются вот там сказано обслуживание там мейнтенанс у них ради бога я не знаю чего не там за мейнтенанс может они спиртом чё протирают или может маслом надо там это почистить микросхемы какие-то мы же не знаем друзья да вот что над пусть делают какой них там мейнтенс вот может им надо там вручную какие-то анкеты они не до конца электронно обработали себя сейчас вручную да но я я уже знать я уже даже нервничаю думаю сейчас не поймут люди юмора скажут что это я совсем уже там поехал да ну значит ну тогда так вам и надо если юмор не понимаете тогда так помыть ребят ничего не произошло значит сейчас придет не вопрос я конечно хотел видео сделать такое подробное на тему о том как заполнять это дело с комментариями и вот уже мы договорились я рассказывал с модератором с форума говорим про вес он как бы углубленно знает предмет и вчера мы с ним там в скайпе уже списались и я думаю что вот мы сейчас сядем и запишем ну раз не получается сесть ну так мы это через три дня вернется встроена через три дня и запишем на субботу в 9 часов утра по московскому времени в субботу ближайшую у нас назначено заполнение анкеты в прямом эфире вот значит я я буду это дело делать и мы будем принимать в студии звонки от тех кто вопросы задает но я думаю что мы будем не принимать как бы сразу пачкой эти звонки а будет человек который принимает звонки а мне он будет подбрасывать по ходу дела но это будет с голоса происходить то есть у нас будет человек который будет голосом зачитывать те вопросы которые вы задаете и я думаю знаете еще что она конечно прямой эфир прямым эфиром но если вы в комментариях под этим видео по конкретным пунктам заявки по конкретным пунктам свои вопросы зададите да то это может быть будет даже еще лучше потому что в прямом эфире что-то может потеряться вот а тут так мы ничего не потеряем может сказать что мы оптимизируем даже подачу вопросов так что друзья спрашивайте как я не люблю велосипедистов на дороге то прям вот так да но вот вы видите как в каких тяжелых условиях приходится нам водить вот взрослые мужики седые да просто они отдыхают так не то что они едут на работу нет ну что наверное все друзья у нас еще большие планы но два видео два видео нам остались значит первое это вот с модератором форума говорим про ездить мы подробно раздраконим эту заявку и я следую тому призыву который у меня был насчет двух недель да все таки еще неделю впереди поэтому я как бы следуя вот этому временному формату и у нас будет очень подробный разбором значит заявки и у нас будет заполнение ее живьем под ваши вопросы в режиме реального времени буквально в следующую субботу я надеюсь что к следующей субботе наша форма уже так и перестанет висеть я с трудом себе представляю что этот давайте я на себя камеру повернул я с трудом себе представляю что этот сайт может быть в нерабочем состоянии больше чем пару дней так что не сегодня-завтра он вернется в строй и мы сделаем вот эти два сюжета и я буду считать что моя ответственность искать за участие вас в гринкарт лотерея за содействие в участии вот значит на этом месте заканчивается мы будем заниматься нашими обычными делами то есть как бы обсуждать те темы которые вы нам подсказываете отвечать на вопросы показывать там то что вы обычно показываем интервью недвижимость стартаперов и так далее иммиграционных адвокатов хочу сказать что я правда сюжете маленький сделал вчера ночью но у нас теперь есть фэйкью по видео которые мы когда-то записывали с иммиграционным адвокатом светланы каф и там довольно много встреч у нас и выделено 90 вопросов и идут ссылки на ответы на эти вопросы ссылочку на на этот фэйкью я дам ссылочку в описании к видео если что счастливо а а